Субтитры создавал DimaTorzok И помимо наших встреч, которые у меня свои впечатления какие-то сложились Я был просто, знаете, многие называют канат Ага И это правильно, я вот сегодня во всеуслышание Возраст, возраст, возраст Нет, а тут там же пишут не благодаря возрасту Там пишут, знаете, по-евангельски, по делам их узнаете И сегодня давайте поговорим о вашей вот этой архиполезной деятельности И будем, я думаю, нашим зрителям будет интересно узнать вообще вашу историю Потому что история вообще специфическая Вот мы когда с вами в прошлый раз встретились Я помню, мы 4 часа без остановки До того это было интересно все узнавать Я там что-то расчувствовался Ну вот Канике, у меня первый вопрос такой У вас биография Давайте начнем с лошадей Ага Потому что у вас вот все детство пропитано какими-то вот такими трогательными воспоминаниями, историями Какие-то вот о лошадях И потом это, я знаю, во многом сориентировал вашу дальнейшую учебу Вот расскажите, как это все В наше время, в советское время, я не знаю, сейчас есть в школах или нет Вот были диспуты, кем быть там У меня растут года, да Вот скоро мне 13-м, с кем же буду я тогда Вот, ну и я помню, хорошо помню, что в шестом классе был диспут в школе И я встал и выступил, я сказал, что я буду выращивать лошадей, буду разводить лошадей Как бы вот, ну уже в шестом классе я уже точно знал, кем я буду и так далее Причем в советское время это ведь была, ну не очень понятно, популярная профессия или нет Это была, как бы она была престижная, популярная профессия Ну в общем-то тогда всякий друг как бы ценился там и так далее Ну с самого начала, как бы я хочу сказать, что я там не поклонник, вот как скажут, ватник, совок там и так далее Но очень много было положительных, конечно, моментов Это вот наша молодость, детство прошло, там и так далее Ну а как из песни-то? Вот, ну если вот про лошадей, если ревенон ано мутон, как французы говорят, да вернемся к нашим баранам То вот в шестом классе я сказал Вот, ну вы говорите, в фейсбуке прошли пост, я действительно Просто у меня была как какая-то болезненная страсть к лошадям Просто я их любил, немало человек любит, но я их любил просто до помрачения Ну вообще это нормально, что у казаха, у него страсть к лошадям То есть вот сейчас как-то это вот вы как, вы знаете, я вот оцениваю вашу деятельность вот так, как я ее вижу У нас же как, знаете, писатель больше, чем писатель, да, и вот вы такой, ну на мой взгляд, такой представитель вот сегодняшней нашей вот интеллигенции, понимаете? Нет, Слава, можно я вот про лошадей, да? Вот с самого начала Не-не, сейчас как бы идем, и потом я немножечко, да Вот и вот выступил на диспуте, потом я когда заканчивал восьмой класс, в журнал «Каневство иконный спорт», который вот мои стихи напечатал, детские стихи во всесудном журнале были напечатаны там, помните, да, могу даже прочесть, вот сейчас, как бы, пользуясь эфиром, да Светлочалый скакун под казахским седлом, хостыгриво на нем полыхают огнем, он несет мой народ сквозь года и века, и не скажет казах, не люблю я коня Вот, ну, восемь строк, и мне пришел гонорар Это в каком классе? Это я где-то в шестом-пятом написал, где-то я уже в восьмом, по-моему, был, учился, когда напечатали Вот, потом в восьмой класс я заканчиваю, отправляю документы свои, вернее, как, нахожу объявление, что школа Жакеев в Рязани, единственная школа Жакеев, готовить Жакеев, надо приоскупить справку о росте и весе Ну, у меня соответствует Жакейский рост, Жакейский вес, все, я, значит, твердо, как бы, ну, абсолютно, уже знаю, что я туда поеду учиться, что я буду Жакеев, буду скакать Значит, прихожу в школу Уже туда Нет, нет, в сельскую школу И говорю, дайте мне документы, мне же документы надо отправить А мне директор говорит, а родители знают? Я говорю, ну, причем родители, я, я, это мои документы, дайте мне документы, я хочу поехать учиться Пускай родители придут, но я прихожу домой, дома скандал Отец говорит, что у меня отец, сын был конюхом, никогда в жизни, ну, отец казах хочет, чтобы его сын был прокурором, естественно, там, да? Ну, в то время-то Нет, у меня Да, вот, ну, не разрешили мне, не разрешили мне отправить документы туда Устроил я дома красный террор, вот, год, год я терроризировал родителей Ну, по истечению, после, уже девятый класс заканчивал, отец сказал, езжай куда хочешь, отправляйся За год сдался Да, 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 за год сдался Вот, написал туда письмо, они прислали ответ, что это, это, в общем-то, было ГПТУ, грубо говоря Да, да, да Вот Мы не представляем отсрочку от армии, и так далее, после девятого класса, ну, нежелательно мы не берем, и так далее И я, в общем-то, не поехал Ну, потом уже, когда закончил школу, я, у меня был выбор, только два у меня места, в то время в Советском Союзе готовили кониодов в Темирязевской сельхозакадемии и в Алматинском завет-институте Вот, два места только Ну, из Темирязевки люди приезжали, неудачники, и, как бы, я уже по рассказам знал, что там очень высокий проходной балл, это вот как ВАВГИК, предположим Да, да, да Там был сумасшедший конкурс, это, ну, грубо говоря, единственная группа, вот, в Союзе, ну, не считая завет-института Ну, из 15 республик Да, из 15 республик, 25 человек набирали коневодов, вот, ну, и там, в общем-то, даже золотые медалистки не проходили и так далее Поэтому я приехал, поступил в завет-институт, я его закончил, потом приехал в аспирантуру в очную в Темирязевку Такие все равно Да, туда же, и потом мне уже там ребята сказали, ну, а чё ты не приехал после школы к нам? Я говорю, ну, я боялся, нет, мы бы тебя приняли, вот, ну, потому что там, в общем-то, москвички, медалистки, у девушек, вот, есть такая тоже болезненная страсть у многих, вот, если придете на конюшни, там, в основном, 80% девчонки ходят, любят они, вот, медалистки и так далее поступают, но всегда выбирают, если приехал парень там с Кавказа, с Казахстана, они, как бы, делают ему зеленые цветы и так далее Ну, тем не менее, я вот защитился по спортивному коневодству, вот, а потом поехал во Францию, если уж, как бы, вот эту тему закрыть, вот этот вопрос, вот, потом поехал во Францию, ну, тоже занимался лошадьми в докторантурии В докторантурии, это с 94-го по 98-й годы То есть он, получается, и докторскую защитил? Нет, нет, докторскую, вот, по докторской тоже хотел бы остановиться, чтобы, вот, значит, я поехал по Булашаку, это один из первых булашаковцев в 94-м году, я, по-моему, это был первый набор во Францию, у нас 8 человек поехало, вот Я поехал в Бургундский университет, значит, ну, просто стажером, это меня взяли по Булашаку стажером, я уже был кандидат наук, доцент в 90-м, в 88-м году То уже взрослый человек? Да, да, взрослый человек, у меня были дети, все, семья, вот, ну, естественно, я там не разглядянничал, я за год перевел автореферации своей диссертации кандидатской и защитил диплом ДОА, такой, это диплом ДТУТ АПАХРАНДИ, это, ну, что-то, чуть-чуть повыше, чуть ниже нашей кандидатской, ну, повыше На французском, соответственно, заговорили? Да, 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 на французском, да, на французском я уже говорил и так далее, вот, и после этого у меня записался в докторантуру, прислал сюда в Булашак документы, что меня приняли в докторантуру, я самостоятельно поступил, все, вот, естественно, начали меня финансировать, ну, по истечению двух лет докторантуры мне пришло письмо, что я, в общем-то, снимаюсь со стипендией и обязан вернуться домой, ну, вернее, это мне в иностранном отделе там сказали, вот, ну, я начал выяснять, почему Потом подняли стенограмму заседания Булашака, тогда, прямо на заседании Совета Министров это все решалось, выступил очень известный, уважаемый человек, которого я очень уважаю и так далее, ну, естественно, он меня тогда не знал, сейчас он меня немножко знает, вот, он сказал, что, вот, каната мы учим во Франции за огромные деньги, вот, ну, деньги действительно уходили очень большие на меня, вот Он зоотехник, у нас своих докторов зоотехников в пруд-пруде, вот, нам нужны специалисты по машиностроению, компьютерной, электронике там и так далее, по нефти и газу Мы учим зоотехнику, у нас своих зоотехников и так далее, ну, и все проголосовали, ну, за меня заступиться некому было, я не глотной Проголосовали, что, как бы, ну, прекратить стипендии, ну, французы тоже очень удивились, говорят, ну, как так, два года платили исправно Да, да, два года учили человека, осталось вот только, как бы, ну, последний, как бы, экспериментарный, уже контрольный, как бы, этот самый, сделать эксперимент И написание работы, полгода и выйти на защиту, и у меня руководитель, профессор Тиссарам, он, я был его последним доктором, то есть он должен был меня выпустить, и потом он уходит на пенсию Ну, да, вот Я вернулся сюда, в Алмату, и, в общем-то, тогда был господин Тасмагомбетов, председатель комиссии Булашака, вот, но к нему на прием не смог попасть Ну, тем временем меня уже взяли на работу, была очень такая фирма, более чем столетняя история французская, Рон Пуленко, это химический концерт Вот, ну, вот, молокс есть, да, лекарства, это вот, как бы, у них, а у них, как бы, вот, сектор, который Фармацевтическая Фармацевтическая, это, да, химический концерн, он, вот, такие химические дела выпускает, в том числе, витамины для животных И меня взяли, значит, руководителем подразделения по Средней Азии и Казахстану, представительство, вот На работу они сами меня приняли, прислали ко мне специально человека, там, из, он, правда, прилетел в январе месяце, он прилетел из Бразилии, загорел его, прилетел в январе, в Астану, тогда еще, да, да, вот, он меня принял на работу И, честно говоря, там, дали мне, там, зарплату очень неплохую, вот, ну, по тем временам, 98-й год, вы помните, какие-то годы, там, и так далее Ну, около 100 долларов, вот, деньги Да, ну, мне 1000 долларов дали, для начала, как бы, да, и, как бы, я начал работать, естественно У меня уже, как бы, не было большого желания возвращаться, и, потому что у меня семья, и так далее Ну, даже если бы я захотел, если бы даже мне разрешили, я бы уже, профессор мой ушел, как бы, да, да, да Вот, а, ну, если бы, конечно, вот, когда мне прекратили финансирование, если бы я был, там, философом или экономистом, я бы запросто остался и защитился бы Ну, поскольку, там, я бы нашел себе кусок хлеба, там, и проживание, как бы, я бы, испечил бы, вот Ну, если бы я был гуманитарий такой Ну, у меня были животные, это, там, это капитализм, как бы, там нет такого, что, там, как бы, виварий, там, он относится к какому-то университету, это все бесплатно Ты все оплачиваешь, это животные, арендованные у фермеров там стоят, вот Предположим, взял я Чтобы наука, в смысле, занималась? Да, 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 взял, ну, вот эти вот, ну, подопытные животные, грубо говоря, вот у меня, там, фистолизированные стояли Вот, в интернете тоже было, в рубце, в этом, в рубце делает отверстие, прямо до стоят, видели? Вот, такими тоже я занимался опытами, вот А потом, вот, то, что ты достал, предположим, из рубца животного, это высушил, отдал в лабораторию, там сделали анализы Сколько там целлюлозы, там, насколько там перевариваемость и так далее Опять, это никто бесплатно тебе делать не будет Это все, как бы, оплачивается, да Да, 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 и поэтому, в общем-то, я не смог, не смог я защититься Ну, я могу, как бы, сказать с гордостью, что, вот, я учился в докторантуре, в бургундском университете, это звучит, правда? Вот, это раз, и вот, ну, потом, как бы, у меня уже, ну, как бы, галочка поставлена Я там пожил, на загнивающем, как бы, геи Европе, там, Западе и так далее Я знаю, что это такое А в двух словах, как, потому что, вот, у нас многие, ну, существуют, еще с советского времени, что, вот, на Западе у нас все хорошо И многие, прожив за границей, в общем-то, не сильно-то и, как, развенчивают этот мир Вот, ваше ощущение, вот, вы жили в Франции, страна, то есть Сказка, страна-сказка Страна-сказка, это, в общем, прекрасная страна Там очень комфортно жить, вот Вы заходите, бонжоу Только, вот, как, везде платить, да, надо, получается? Ну, это и у нас, этот самый Ну, да, лучше Нет, нет, и люди там такие же, вот, там, когда говорят, что, там, ну, я не знаю, я в Германии, там, как бы, приездил, вот Приходишь в гости, там, со своим, там, и так далее, ну, зависит Ну, вот, у меня были друзья французы, которых я сюда привозил, с нашими коневодами знакомил, в Москву их возил, и так далее Такие же люди, как мы Приглашают в гости, я у них, там, предположим, Рождество, там, 24-го декабря На нас похожи На нас похожи, они гостеприимные, они, как бы, вот, например, это, вот, Король Драгуль, подружка моя, она тоже в Фейсбуке есть Вот, иногда мне там что-то пишет, и так далее, вот Ну, она из семьи, ну, она тоже такая, коневодка, преданная, поэтому мы с ней общий язык нашли Я был у них, как член семьи дома У них был, в общем, грубо говоря, замок, который они купили, вот, под Дижоном они в нем жили Вот, и родители живут, район называется СО, под Парижем, вот, у родителей, предположим, ну, большой коттедж, вот, нашими понятиями выражаясь И в нем есть гостевая комната, вот, я приехал в Париж, они говорят, вот, дают мне ключ, все, я, как бы, там, совершенно свободен, там, я живи Живи, да, или, предположим, брат, у ней на, состоятельная семья, вот, на Рюдов-Фон-Мон-Мартр там живет Ну, хорошая адреса Вот, и я, как бы, вот, тоже захотел, я приехал, он мне оставлял ключ от квартиры, вот, я у него жил там, предположим, то есть, это французы Вот, ну, расскажу просто такая история, жена ко мне приехала, я ее в Париж Понятно, да, у Филиппа берем ключи на Мон-Мартре, и такая квартирка, там, ну, и вот такие вот балкончики, там, 40 сантиметров Выходим, она на одном балконе, я на другом, вот, и смотрим на Рюдов-Фон-Мон-Мартр Ну, романтично Да, 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 я говорю, думал ли ты простая цельноградская девчонка, что до сих пор все додумы смеются В общем, вот таким образом, аспирантура, докторантура, все, 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 пока не годствует Слушайте, ну, это вот большой, большой пласт, который у вас очень, ну, достаточную часть жизни занял Ну, давайте переходить к, я не знаю, это по частям, какая по счету, но очень важное Вообще, что вас подвигло, вот, вы написали, на мой взгляд, на сегодняшний день самый прокачанный, вообще, вот, самый такой эффективный учебник Ситуативный казахский, огромное количество людей уже сейчас, я уверен, абсолютно по нем занимаются Вы мне подарили, кстати, спасибо, я это, почитываю потихонечку, вот, что вас подвигло, вот, именно к этому прийти Потому что, ну, согласитесь, вот, предыдущая ваша, вот, скажем, ну, вот эта жизнь, она, ну, понятно, что человек интеллектуал, да, понятно, что он занимался, там, серьезно, там, Наукой, да, то есть, понятно, что, но, вот, с чего вдруг, это, немножко, согласитесь, такой переход, как бы, вот, грубо говоря, с такой деятельности научной, да, какой-то, и вот тут вот взять и заняться серьезно языком Да, ну, здесь, как бы, это третья, значит, вот, научная деятельность, это, она, ну, практически, у меня закончилась по возвращению с докторантуры из Франции Потому что, там, мне сказали, ты Булашаковец, ты возвращайся в институт, ну, помните, но в то время в институте, вот, то, что вы говорили, там, семью не прокормишь И потом, это был, ну, был ужас, конечно, что тогда творилось Ну, это какой, 98-й год? 98-й год Ну, так это самый был ад вообще, то есть Да, то есть, как бы, в институт, естественно, и, ну, и меня не ждали, там, сокращение такое шло, они были рады, что я не вернулся и так далее То есть, на этом у меня наука закончилась, и, в общем-то, я, естественно, я занимался наукой, действительно, я кандидатскую защищал Сказали, вот, на защите сказали, что, извините, это докторская работа, вот, честно, это на защите прозвучало, сказали, ну, Канат, ты давай ее доработай, а потом приходи уже через пару лет Да, 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 докторскую защиту защищал, вот в таком плане, потому что я, в общем-то, с очень, ну, с хорошими людьми меня судьба сводила, мне дали очень хорошие материалы и так далее, очень хорошо помогли, вот По русской верховой пародии я защищался, это, как бы, очень такая интересная тема Во Франции тоже интересно, я там участвую в работе по, есть группа научных интересов, у них такая вот вещь, они создают просто на время несколько человек, которые наиболее компетентны в этой области, и исследовать какую-то проблему Вот немножко, что-то про лошадей мы учли, ну, вот Да, 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 ну Так у вас 6, 6, 6, 6, 6, 6, это, со школы, там он Да, 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 нет, ну, вот, предположим, у них французы, вот настолько патриоты, вот, Франция, это родина тяжеловозных пород лошадей, да Ну, в общем-то, очень многие там тяжеловозные породы и так далее, у них созданы, и потом вот к нам они пришли, сейчас, ну, вернее, в Советский Союз там, были созданы там, советский тяжеловоз, там, Владимирский, там, и так далее, вот Теряет свое значение, да, тяжеловозная лошадь, на ней фермер не пашет, молоко на ней не возит на ферму и так далее. Фермеры перестали держать лошадей. Французское правительство этим озабочено. Как же так, давайте заинтересуем. И в умные головы где-то кто-то сказал, что вот, смотрите, на Востоке ждует лошадей, делают кумыс. Давайте мы попробуем доить их. Может быть, из молока можно делать какой-то напиток или йогурт, или еще что-то. И если вдруг это пойдет, да, вдруг это пойдет. И они создали группу научных интересов, и она как раз вот была при Бургундском университете. Ну и что, начали кумыс делать? Да, да, мы делали кумыс, там делали йогурты, все вот эти, фар-гастрономик, там гастрономические ярмарки проводятся, на них проводили дегустации. Ну, активно я в этой работе участвовал. То есть, ну, я вот про науку. То есть, мне это было интересно, действительно, я занимался. Ну, вот, когда я вернулся в Казахстане, возможностей с наукой заниматься, естественно, не было. Ну, тем более наука вот в области Каневоста. Ну, я не уверен, что и на сегодняшний день там шутка. Да, не думаю, что что-то как бы там поменялось кардинально. Вот, и поэтому я ушел в бизнес, вот я был директор предстоительства как бы иностранной компании, потом российской компании, потом свою компанию создал, поработал. Ну, и, в общем-то, действительно, как-то... Вот этот переход, какой-то вот... Как вот с бизнесом... Да, да, ну, в какой-то момент вот мы в интересное время живем. Становление государства, правильно? Очень интересное. Там это все вот нам незаметно, на самом деле, как бы, период очень интересный. Какие-то дебаты по государственному языку и так далее. Ну, естественно, Казахстан приехал уже, когда вот, типа... Я вот, я говорю, после рубежа 50 лет я вот сел за язык и сел за книжку. А до этого вы как владели вообще? Ну, как вот, миллионы таких, да, вот, Назарбай уже говорит, что половина наших отчестников, вот, мне говорят, как, как ты вообще не владел, что ли? Я говорю, ну, как я мог вообще не владеть? Папа казах, мама казах, я, как бы, сам казах, живу в Казахстане, любого человека возьмите. Любой у нас знает, как бы, какой-то определенный... Это же не японский, не суахили, правильно? То есть, это не табула раса, не так, что я вообще не владел. Ну, естественно, чтобы какую-то мысль донести, я не мог. Красиво сказать, я не мог, там, с какими-то нюансами и так далее. У вас просто планка высокая. Да, ну, это у любого человека, вот, и в 50 лет уже начинает, как бы, тебе, вот, как вы говорите, ара, где-то тебе дают благословение, чтобы ты стал на свадьбе где-то, первый тост и так далее. Ну, это, вот, как бы, видимая часть айсберга. А на самом деле, вот эти вот, которые процессы в обществе происходят, там, какие-то вот дела, там, дебаты и так далее. Хочется в этом поучаствовать. Ну, очень много критических замечаний. Вот, ну, я... А, например, что значит критический? Ну, например, вот в отношении, как бы, нашей национальной политики, в отношении, как бы, развития казахского языка и так далее, то есть, как бы, много критики, вот, которые русскоязычные сейчас говорят, она у меня вот здесь вот тоже, как бы, есть, вот. Но я считаю, я посчитал тогда неправомерным что-то говорить людям в области, там, в отношении казахского языка или в отношении, там, нашей государственной, или что, на русском языке. Я посчитал, что это просто, как бы, некрасиво. Я, вообще, у меня, вот, глобальная задача, суперзадача была, выучить язык и потом уже, вот, свое фе сказать на казахском языке. Сказать на, как бы, чтобы... Ну, это логично. Люди, которые вот сейчас вот высказываются, ну, есть, знаете, в фейсбуке-то очень таких много, там, и так далее, да, как бы, там, супер-купер рафинированные, там, говорят, вот, там, казахи, там, такие, такие, вот, что-то... Ну, я, если честно, ну, в фейсбуке такого особо я не вижу, то есть, ну, я не знаю, может быть, у вас где-то есть такие подписчики, то есть, у меня я их особо не вижу. Ну, и вообще не очень принято писать на эти темы. Да, 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 ну, в общем, вот, такие вот вещи есть, и я, вот, начал учить язык, начал учить язык, сам просто, вот, я говорю, отложил бизнес в сторону, ну, кто-то может, как бы, поверить, кто-то нет, но это было именно так. Я просто, в один прекрасный день, как бы, вот, решил и сел за письменный стол и начал учить, я думаю, ну... А вы по каким источникам, вот, как вы начали, то есть, вот, ну, застал? Ну, она как-то интуитивно сложилась, я просто, вот, я не взял какую-то методику, не потому, что я все методики изучил и сказал, что эти методики все не годятся. Вот, вот, просто логически подумать, если школу заканчивает, кто-то говорит на казахском языке, русскую школу заканчивает. Ну, это вряд ли. Это вряд ли. Ну, это вот уже пример я не раз приводил, другого я придумать не могу. Чиновники, там, даже высшего звена, да, ну, очень высокого у нас начали, они все говорить, там, и так далее. Вот. Ну, среднего звена, там, там, даже корпус А, предположив. Это глупые люди? Нет, это не глупые люди. У них нет мотивации, у них огромная мотивация. Вот говорят, мотивации нет, у них, там, предположим, и так далее. У них огромная мотивация, но язык многие из них не могут освоить, они не могут говорить. они два две три фразы вначале скажут и потом почему если была нормальная методика не послали потому что это люди которые говорят там на китайском да предположим или говорят там на английском прекрасно и так далее то есть просто логически даже вот подумать у нас такая методики я не скажу что нет методик потому что начнут меня в камни бросать там и так далее вот есть казахская пословица кубки это прошло что грубо говоря против ветра не надо там вот ну методики того эффективной методики нет потому что я вот учил французский язык 10 месяцев я поехал во францию я на нем говорил я начал писать и так далее то есть это была такая отработанная методика но это вот методика знаете в советское время были про советские страны советской ориентированные там микрофон вот и дал где думать вот и готовили как бы преподавателей грубо говоря закончил десятимесячные курсы после этих курсов девяносто 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 в году я поступил девяносто первым закачивала уже как бы когда все это разваливалось очень интересное время тоже в москве после этих курсов после десяти месяца я должен поехать был в алжир и преподавать коневоста на французском языке эти нет ну не но и в смысле этого уровня хватало этого уровня хватало и это было как бы вершина карьеры доцента так что он института поехать в алжир поработать там год или два а потом на вот эти чеки ниж турбанка да купить 24 машин это было очень крутая советская карьера да 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 ну вот я на эти курсы как бы меня направили наш сельхозинститута целеноградского сагадеев киджигаля бенч он посылал учиться очень много людей закончила там английский как бы вот я французский закончу тоже история интересная приехал в москву я восемьдесят восемь-восемь защитил диссертацию кандидатскую луну в девяносто приезжаю на курсы языка но прихожу это говорят здравствуйте опоздал я на месяц почти вот но семья дети у меня и так далее опоздал я груда какой язык будете учить его английский естественно английский уже я я понимал себя не говорят извините английский у нас все уже да уже у группу уже укомплектованы если вы хотите изучать английский пожалуйста в киев мы вас отправим это советский союз тогда это одна страна без проблем езжайте в киев там будет там английская группа еще не укомплектована вот если вы как бы хотите в москве остаться мы можем предложить только французский тут конечно мне москва у меня там друзья подруги все такое вот я говорю давайте французский и остался учить французский язык с алфавита с нуля получается и за 10 месяцев за 10 месяцев выучил и я не хвалясь я скажу что те у нас были в группе которые заканчивали там со французским уклоном потом в институте там кандидатские минимумы вы знаете там давали и так далее ну я всех опередил ну получается в канике смотрите получается вот ту книгу которую вы написали то есть можно так сказать что вот если человек упорется да ну захочет действительно да не просто вот такое знаете бла 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 да вот возьмет как вы видите сядет за стол и начнет учить он сможет вот руководствуясь вашим учебником да также за 10 месяцев но хотя бы там бегло говорить может быть там не на каких-то там больших литературных высотах да ну хотя бы бегло бытовой уровень языка освоить да если я скажу да и как бы голословно да недавно меня при приглашали в усть команда усть кемен по нынешнему значит там казахстан усть кемен телеканал без моего ведома абсолютно все но в начале как бы они не просто вот позвонили сделали предложение что вот по вашему учебнику мы хотим провести обучение желающих телевизионный конкурс и потом в фейсбуке опубликовал вот они там такой очень красивый ролик дали хотите говорить на казахском уникальный методик каната себе кого приходите нам и так далее это пушка миногорскому телевидение крутилась вот потом кто-то мне написал из наших фейсбушников вот они вам платят они же на этом зарабатывают и потом ребята немножко напугались говорят материальный вопрос я не надо ради бога ничего нет давайте договор подпишем немножко затянулось они не прислали договор где я подписал что не имею никаких материальных претензий и так далее все они иначе три месяца люди позанимались они набрали 10 человек сперва у славяне в основном потом осталось пять потом три когда осталось они меня пригласили я приехал на провести финал конкурса опять же скажу что поехал за свой счет да все у вас я вижу это добычу москву за свой счет я ездил да да то есть москву я за свой счет ездил вот на презентацию поехал туда определил победителя они все по-честному делаю там вообще на востоке как я говорю вы мои вопросы я перед этим они не по электронке сбросили просьбу написать вопрос я написал я говорю вы дали конкурсанта быть нет конечно как это телевизионный проект это же не задача выяснить там победителя и так далее это же пропаганда нет 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 вот вы определите и действительно это было все по-честному я впервые там увидел и парень который как бы победил василий в принципе он вот по моей книге он про дочек нет много рестных слов сказал мне это учитель учитель все он он заговорил уже он уже говорит он уже как бы три месяца понимает да что к чему там и так далее ну значит первая книга это вот умение разговаривать в традиционных ситуациях высказать соболезнования сказать на свадьбе сказать на цауке сир на наурузе вот эти фразы которые обкатаны как бы веками и так далее вот я их все даю и все их надо выучить просто я вот поехал в индию выхожу на вокзале ко мне подбегает и дусь вот такой и говорит сэр гард купить игре тапочки купи сланцы 5 рупий пара да вот вот как я вам сказал вот таким образом у меня это круто да да я этот еще сказал вторая в подарок я в общем то этот самый вообще обалдел абсолютно без акцента я думаю как этот самый такой шпингалет уже как бы говорим жизни на русского я не заказываю вот эти вот эти вот вещи вот уже оказывается освоил я понят чему потому что вот есть какие-то как бы вот ситуации в которых нужно говорить у меня книга поэтому называть ситуативный казахский на похороны прийти искать соболезнования предположим даже славянин если вы придете предположим до потеря близкого человека у вашего товарища то предположим доказать если вы ему скажете на казахском языке или тос на его свадьбе там дочери там и так далее на это считается правильно фейсбуке вот всегда пишут да но это просто именно с этой ситуации поэтому вот эти и обязательные ситуации и вот в первом помимо обязательной ситуации теперь у меня как вот системность геральт карлович покойный до царство ему до весна и он как бы говорит вот когда у тебя сила системности второе 2 том у меня тоже он у вас есть значит это жизни состоит только из национальные отношения между национальные браки там астана алмата вступление в развес ну действительно то что на казахском языке обсуждается ну вот сейчас то что что вот ну фактически да 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 что он что вы еще сейчас общество да да потому что ну как бы вот я считаю что человек когда учит учебник эффективность очень низкая потому что он учит учебник он не учить язык вот то есть вообще эффективность очень сильно возрастает когда это совпадает сегодняшний на сущными и насущными интересами шкурными интересами если вот говорят же как бы схему там и так далее вот если это тебе действительно тебе нужно вот тогда вы это выучите если это выучите какие-то там героги и спряжения и потом неизвестно какие а когда они вам пригодятся это настолько скучно это настолько плохо усваивается надо учить вот именно туда вот сейчас взрослый дядька на минуточку да там 40 лет примеру начнет вроде меня учить и я вот накупил же я живут тоже ну потихоньку получиваю скажем так ну я слаб человек я то падаю то поднимаюсь но я все равно доползу я думаю до этого но нелегко да вот а так и когда я беру детские вот эти школьные предложения да нам бы нау терезе там ну ну мне какая сейчас уже терезе правильно мне сейчас в том то и дело да и вот у нас как бы нет различия между методики в школьной там детсадовской и так далее вот в школе учат как бы этот созданатом скам не на мартам саке и все вот и это вам не нужно вы это и так любым и вы это и так знаете потом вы будете знакомиться вам нужно совсем другое я говорю в первую очередь конечно вот вот эти традиционные ситуации которые желательно как бы и желательно но как бы обязательно говорить даже на казахском языке не потом как бы вот эти вот вопросы которые я по себе могу сказать очень что-нибудь вот сообразные моменту скажешь да еще и правильно это вызывает позитив только то есть но немножко удивляю казаха не я заметил вот очень удивляются вот я на заправку там приходишь просто же карл и там она деньги считать перестает смотрит на меня как на чудо я говорю нету но это видимо редко происходит понятно конечно резко происходит поэтому здесь как бы да я наоборот хожу радуюсь я говорю вот если там на свадьбе что скажете или предположим там соболезнования или что это вот когда мне не терпится одну вещь сказать как бы сейчас я не знаю вот то что казах что нужно для счастья чтобы предположить человек другой национальности говорит о казахском языке все казах счастливы скажите ему и он будет счастлив что-то на казахском скажите пообщайтесь не надо больше ничего причем в этом вот я считаю что вот вот ну и почему я занялся языком я считаю ну в принципе вот что язык это должно быть принято как национальная идея ну как пафоса там звучит то и так далее да ну вот и мысли единства да вот когда у казахов она ну поскольку мы были на роды разбитый до кругу казахов сгиб на казахи 40 родов там на 3 жуза разбиты и так далее вот говорят что мы все время там делимся и так далее вот в этом подоплека но все равно мысли что вот единство да вот что арсалтан тмак да или третий твой босса ты медиа келеда алтала лавоса а уздавит это после четверо будут как бы дружны то даже недостижимое будет доступно а если шестеро будут в раздоре значит тогда даже то что во рту держите выпадет там ну как бы сейчас я сходу так пытаюсь вам объяснить вот поэтому если мы его в казахстане казахстанцы или казахи да вот если если республика казахстан будет уже про великую степь не будем да вот если если мы все заговорим на одном языке все заговорим на одном языке если как бы у нас внутри нас будет единство мы любые другие вопросы и там с дорогами из там с экономика все мы решим потому что нет силы которая могла противостоять единому сплоченному народу да вот я вот эту мысль докончу я вот раньше любил кино ходить и сейчас не люблю почему вот подумал потом понял что вот раньше когда ходил в кино вот на кинотеатре сидели там у него и мстители идут и мы все себя чувствовали как вот единым целым и вот переживали все одинаково да вот как то вот это была какая-то общность такая а сейчас кинотеатр придешь там какой-то вот момент идет ты чуть не плачешь да сзади там какой-то дикий рок там смеются тогда сейчас и еще найти я я вот на этих людей смотрю нам некоторых я очень их просто не понимаю когда не понимаешь человека ну как можно то есть естественно я не хочу чтобы там все ходили строим там и так далее но где-то мы должны как бы какую-то целостность представлять общность вот я василий жиров был такой боксер но сейчас он как бы не выступает и так далее я вот почувствовал когда он приехал во дворце спорта баланса лака он защелки тупо президент приехал все и он нокаутировал своего соперника побежал сказал что весь мир у ваших ног вот президенту вручил пояс и вот тогда я вот тогда я почувствовал мы все стали как вот весь этот дворец спорт огромный вася жиров все любят вася вася это настолько понятие и тогда уже независимо русский казах поляк ты там немец теченец и так далее это все вот нять и и поэтому а когда люди говорят на разных языках они друг друга не понимает если друг друга не понимать полюбить и как бы воспринять невозможно ну можно там какие-то страны запада там привести в пример там швейцарии там столько языков там это самое у них как бы своей жизни что своя жизнь мы должны мы должны друг друга понимать мы должны как бы говорить на одном языке сейчас иногда друга не понимаем у нас идет значит даже сами казахи как бы русскоязычные казахскоязычные на как но это как страты говорят да модное слово Со Сойми территориями группировками своими ресторанами и кумирами и так далее хайрат нуртас вот был скандал. Половина казахов только после скандала узнали, что есть такой певец Кайрата Нуртас, который для казахской части уже много лет является кумиром и так далее. Ну и я наблюдал вот касательно Кайрата Нуртаса, там вот в начале вот эту травлю там в наших этих всех медиа, а потом, вы знаете, когда мне мои друзья, ну вот казахоязычные ребята сказали, что они его слушают в машине, я вник и выяснилось, что он написал 100 песен, то есть и ну я вот как тоже там где-то человек творческий, да, не может человек написавший вот так взять 100 песен, да, он не может быть, ну как быть, бесталантным, так не бывает и не может быть плохой певец, те, которые, ну, в машину люди, диск просто так не засунут магнитов, так не бывает, понимаете, то есть мы можем там где-то на публику, где-то на камеру, что то там хлопать, но в свою машину личную, ты что попало не будешь сувать, и когда я узнал, что люди это все, я принял, то есть хотя может быть я и не понимаю, о чем он поет, да, то есть, но как бы мне не надо стало доказывать, что он, ну, талантливый, да, там, по-своему там человек, но вы знаете, Каньке, я, вы, вот то, что вы говорите, это все очень мне близко, и я с вами согласен, единственно, вот как здорово, я почему вот с огромным уважением к вам отношусь, как здорово, что и как печально одновременно, что так мало таких людей, как вы, которые заняты идеей вот популяризации казахского языка, вы понимаете, ну, можно же по пальцам посчитать, вот, я живу тут. Нет, таких людей очень много, которые... Ну, как много, в масштабах страны, это 5, понимаете? Знаете, какие деньги выделяются, и сколько людей, я вот сейчас только об этом узнал, профессионально этим занимается. Слушай, ну, провалилась же эта программа, ну, 20 лет тут. Нет, ну, а какие деньги выделяются, и это все благополучно растворяется, нет ни результата, нет никакого, вот, а наболевшим, да, наболевшим. Нет, расскажите, ну, а чего? Ну, вы имеете право, понимаете? Да, да, да. Потому что одно дело, вот у нас кто-то там бла-бла-бла сидит диванные генералы, понимаете, а вы и не бла-бла-бла. Вы взяли и книгу написали, которые, две книги, благодаря которым люди, которые действительно это хотят, которые услышат вот это, она им очень поможет, потому что, я еще раз говорю, я разные учебники юзал, понимаете, и, как бы, ваш, когда вот эта метода, когда в каждом конкретном случае тебе просто говорится, понимаете, так удобнее, то есть, и, причем, не какие-то вот вещи, застывшие еще там, чуть ли не с советского времени, а вот сегодняшний, правильно, надо говорить, вот, сегодня у нас Евросоюз, то есть, к нему своя, как там, к нему свое отношение у людей, вот, люди что-то говорят. Ну, вот во второй книге, правильно, вот там, предположим, о Евросоюзе, не, ну, про наболевшее я просто хотел сказать, что выделяются деньги, что, как бы, и они уходят. Ну, вот вам на сколько? Подождите, вам государство вот что-нибудь дало? Нет, нет, мне ничего не дали, я еще никуда не ходил, не просил, и... Вот заметили, да, надо куда-то пойти и куда-то попросить. Не-не, вот, как бы... А они сами не в курсе, что вот взял человек за свой счет учебник? Не, ну, я думаю, они в курсе, да. Я, в общем-то, особо не хотел бы на этот счет говорить, я, в принципе, я знаю, что и в правительстве люди там, и, ну, там, парламент, предположим, там, заказывал, они получают. Ну, вы, знаете, видели, там, Гани Косымов написал, что, наконец, купил долгожданные книги, то Гани Косымов пошел купить, там, мои две книги, там, Мурат Абенов, когда был депутатом, начал писать. За деньги ходят в магазин покупать. Да, да, да. У вас ваш вот этот эффект абсолютной вот лояльности, поддержки людей в том же Фейсбуке, это вот в интернете есть такое понятие вирус, да, то есть вот Gangnam Style, он без всякой рекламы, он полыхнул буквально за месяц, он, там, охват, там, я не знаю, там, 5 миллиардов людей. Ну, вот, и я думаю, где-то вот эффект от вашей вот деятельности, от того, что вы это делаете, пишите, вот вы же часто, у вас там каждый третий пост, вот, кто не читает, вы подпишитесь, Канад Тасибеков, это, ну, я вот с удовольствием, то есть дается какая-то фраза, тут же у вас прям посты, вы штук по 10 сразу, раз, такие какие-то живые, вот, которыми мы пользуемся, публикуете, то есть полезно и с приятным, и читаешь человека, и тут, раз, тебе, и подучиться, как говорится, очень, так вот, у вас вот этот эффект, мне видится, что люди поддерживают, потому что люди это чувствуют, я не думаю, что и там, ну, те же госорганы, что им, разве они могут, ну, сказать, что это не полезно, что это неэффективно, ну, как это можно, там, что они, год экспертизу, что это, я не могу понять, что там за год можно, там, этот, ну, это удивительно, вот это вот, на самом деле, немножко удивительно, потому что, если бы, вот, вот так доносили бы, понимаете, вот, эту ситуацию, да, то есть, настолько лояльно, настолько, вот, знаете, вот, натурально, с любовью, понимаете, потому что, как-то, может быть, вот, все это как-то, немножко безжизненно, да что ли вот как это государство это машина у него конечно у нее она вот ну государство она вот говорят там есть такой патронистический дам настроение там и так далее мы действительно вот государство папа там у нас вот казахский язык вот дали деньги да по моему я не знаю там никогда его там не вникал меня да какие-то большие деньги в общем по миллиардом кингета миллиард 200 миллионов что-то дается там и тогда но я просто сейчас открыл вот это ты по тендерам какие тендера вот государство отдало деньги что вам еще надо правильно ну вот папа предположим он занят другими вопросами ему надо внешнюю безопасность обеспечить и так далее в семье до отец мысли я и на него он отдал он отдал деньги игорь что вам еще надо вот учись и делали да делайте делайте дело ну там на месте уже как бы растащили ну что что можно как бы с этим я вот просто я не про деньги о чем хотел сказать вот деньги выделяются значит вот работа ведется но на мой взгляд вот ее основной как бы провал ну я вот это вот не боюсь этого слова действительно это как бы ну вообще как бы никакого результата и так далее в чем потому что у нас проблемами языка занимаются люди сами знающие прекрасно язык куда и ну вот только на на примере я могу объяснить меня пригласили вот на передачу айтугау май знаете да передачи нет ну вот эти вот разные это вот да 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 пусть говорят знаете ну я уже даже не знаю да да даже там вот у нас есть бисим хурамбек это как бы наш малахов то есть передачи такая вот это аналог да вот по популярности все 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 меня пригласили там обсуждали тему казахского языка меня пригласили как вот человека который выучил во взрослом состоянии уже казахский язык на казахском языке передачи ведется какой-то момент я поднял руку говорю поднимите руки в студии кто сидит кто закончил русскую школу вот ни одной да я один был я один потом после этого пригласили меня на конференцию научной конференции которая называлась казах таля кище бугун ефте да но это даже я поняла дали мне слово я вышел на трибуну и повторил человек 300 было в зале это в союзе писателей вот там большой зал поднимите руки это три человека подняла вот но из них я заказал кто закончил не казахскую школу кто не учился казахской школе но там из этих трех человек по моему двое были там одни турецкие там может один кавказец и так далее руки подняли по моему я еще это один человек то есть проблема казахского языка вот до сих пор вот выделяются деньги эти люди которые сами прекрасно языком владею они между собой собираются они между собой собираются какие-то там мероприятия проводят говорят о том что кто язык не знаете предатели манкурты и так далее но вот эти четыре миллиона которые не знают они не в курсе что вот эта планерка там проходит потому что им никто же не рассказал а здесь вот эти вот 20 лет у нас вот как бы вот этот все разговоры там ведутся и как они действительно люди которые занимаются этим они поражаются вот 20 лет мы об этом говорим и никакого эффекта ну а работать то с кем надо надо же как бы сырьевой аудитории работы понимаете надо сырьевой аудитории работать кому вы говорите кому вы говорит ну надо вот именно разгадь поэтому я думаю успех книги то что я начал у нас как бы целевая аудитория так то вообще в чем проблема языка у нас в чем проблема есть государственный язык и проблему не все владеют правильно задача в чем научить не знающих За 20 лет в действии этой программы один человек, два человека ко мне подошли, первый это Бакажан Бухарбаев и сказал Слава, что у тебя с казахским языком? Это вот за 20 лет. Второй это вы. То есть я читаю и там в ваших постах на русском языке Слава, что у тебя с казахским языком? Когда у меня спросили, на понятном мне языке, ну я же пока не знаю, я же не могу сразу, что у меня с языком? Я задумался, а что у меня с языком? Потом мне донесли еще очень важную вещь, что у не владеющих людей казахским языком казахов понять невозможно. Ты дальше чапана, ну вот знаете, вот этих обычных каких-то вот этих вещей ты не поймешь, потому что суть казахского, ну, как мне объяснили, и я это вот почувствовал, что не бывает казахов без языка. То есть ты ничего не поймешь. Так не бывает, ты не можешь понять казахов без казахского языка, потому что в нем заложены там, ну, вековые вот эти вот пласты, да, то есть, а так ты дальше вот это ягод, дальше вот такой глубочный какой-то это, и ты не уйдешь никуда. Вот, как вот русский, да, стереотип, там, кормошка, медведь, балайка. Ну, там же не говорится, да, там, от Астаевских чехов, так же и тут, да, не бывает, пока ты будешь думать, что, вот, я, знаете, я больше делаю, я беру вот у людей, кто, это, я говорю, вот улица Симбай, это, это что? Я говорю, это кто? Они говорят, это улица. Я говорю, это не улица. Ну, понимаете? Нет, вы просили бы, я говорите, Пушкин Курмангазе. Ну, для, для молодежи, которые, как бы, вот этот постер там, это, нет, это, нет, это не более, не более, чем улицы. Вот Курмангазе, ну, это улица, это, ну, вот, как бы, потом уже немножко раскиражил, но это, вот, я сказал, я говорю, для, для многих людей, вот эти имена, это, 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 это название улиц, ничего больше. То есть, ну, вот это незнание, незнание порождает, приводил я этот пример, ребенок рождается, мальчик, отца любит беззаветно, потом начинает взрослеть и начинает его не понимать, начинает его недолюбливать, а потом какой-то юношеский максимализм, там, уходит из дома, ну, знаете, да, такая, если, как, ненавидит отца, да? Почему? Потому что отец у него там, ну, дворником работает, грубо говоря, да, и стесняется его, не такой крутой, а у тех, ну, как бы, почему он такой красивый, молодой, все, такой умный, у него такой отец, и он, а потом его жизнь немножко пообтешит, и он сам становится отцом, он начинает своего отца понимать, уже, позже, начинает его любить, а потом, а уже отец, когда беспомощный, он его просто понимает полностью, что жизнь не такая простая штука, и любит его беззаветно, так же, как в детстве, это аналогия такая что когда вы к языкам и вообще когда вы не понимаете что-то вы не можете этого полюбить и принять просто по той причине да да потому что вы не понимал надо объяснять условия задачи недостаточно надо объяснять надо объяснять вот предположим там и вот с языком предположим то что вот у меня в книге там обычные традиции я и не этнограф да за технику живот зоотехник некоторые как бы мне этого укор стоит там не за тех ну тоже за техник нет ну вот и этот самый там я даю как бы обычаи и традиции да это понятная вещь без из их знания невозможно я даже вот говорю вот скажите что вот я сегодня выйду завтра я буду в астане на казахском языке попробуйте сказать вот я выйду сегодня завтра буду в астане мем буган шрап ертен астана да булан да ну я это вы неправильно скажете почему потому что на потому что на сказать уменьшит не дел твоя волоса основного ламп не утра надо и дай бог да даст бог ну как бы указан по-русски можно не сказать да сбок это по-казахски надо сказать потому что считается как бы ну вообще ну такие вот это как бы ну такой ненечко правило немножечко на тяжесть а живет толпа толпа нам мешает я где-то в фейсбуке вычислил написали нам сильно мешает толпа толпа понимать нет нет я когда вот как бы вот эти вот говорят в принципе я я больше агностик да вот ну не в смысле религия вот я больше агностик вот смысле там познавать когда по нашим дорогам каникен нельзя без бога ездить в лету в самолетах не бывает атеистов то же самое я вот объехал до половина у нас отличные дороги а половина извините там без господа никак вот я вот про толпа и вот когда люди говорят что вот там этот самый казахи ты вообще в принципе это люди которые сами говорят противу вообще основных принципов там нет народов плохих нет народов хороших есть любом народе хорошие попахи и вот таким образом и там есть как национальный характер естественно ну как-то когда берут на себя смелость говорить что вот казахом это как бы ну вот казахи вот такие и поэтому как бы это вот так это плохо там все казахи там и так далее вот вот это вот толпа толпа который мы мы нас мы выжили вообще очень мало таких народов на земле которые выжили поднялись после таких вот может быть то что мы такие мы сейчас немножечко да это вот благодаря и голодомору ну как вот выберите кавычка да 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 и вот этим вот всем испытаниям вот этой мы на своей земле вот когда я родился пища девятом году казахов было знаете сколько 29 процентов 29 с копейками то есть казахов казахстане было 29 процентов понятие мы на своей земле вот своем государстве мы оказались таком не 6 меньше 3 меньше 3 вот и мы все равно остались как бы и мы выжили и до этого были как бы такие вот жернова потому что и поэтому говорит что там это нет таких вот нации мы очень жизнеспособны и вот это вот то что у нас как бы вот эти наши как недостатки говорят да что вот мы там такие поддаемся поддаемся чужим влиянием там быстро начинаем перенимать какие-то эти самые там чужой язык там предположим по-русски да это вот или там но это нам позволило как бы каких-то высот достичь и в других то профессии какие-то владеть там и так далее вот это наша слабость но это наша сила и я вот больше чем уверен что вот это и товар наши и вот это вот она все придет и будет прекрасный результат все будет нормально слова я больше чем умеет да вы знаете я вам что хочу сказать я ведь тоже очень верую в это потому что вот сейчас последние тренды да он они немножко странный люди ну чуть-чуть вот сейчас похуже становится да ну потяжелее жить где-то и вот мне все здорово я все понимаю я же тоже также живу здесь же да я же не инопланетянин какой-то там шаолинского монастыря и мне и меня кризис там достигает и у меня девальвация чего там и бензин у меня поднялся да но единственная вот не хочу и против когда начинают путать вот государство и родина вот на мой взгляд это разные разные немножко вещи потому что государство это регулирующий орган общественные отношения родины за то чего умирать пойдем понимаете и как бы да может быть не у нас не государство правительство и родины правительство это часть государства законодательный исполнитель поэтому когда вот это переносит конечно и когда говорят я уеду из этой страны это неправильно то есть это родина да то есть ты можешь уехать от того что тебе не нравятся какие-то там социальные аспекты до твоей жизнедеятельности но просто там какой-то флер начинает присутствовать вы знаете такой неуважительный да то есть вот типа да вот я вот с этим не согласны да то есть и потом ну мне так повезло я учился на украине я знаю что такое вот без родины пошлить понимаете они же вот те которые это взять они туда мне напутать не вызов с имиграция самому началу нашего разговора когда вот во франции я учился французы всегда там я бы прекрасная страна действительно с любым французом вы начнете говорить он иностранец если значит где-то второй или третий вопрос последует как вам во франции ну второй вопрос третий вопрос вы не думаете остаться потому что кто приезжает во францию общем-то и ну мне я не исключением тоже задает во франции красная страна вот а вы не думаете стать своего нет нет я поеду домой и так далее и отношений меняется они начинают ко мне относиться с уважением и так далее вот то что действительно ну прекрасная сторона люди очень хотят там остаться там и так далее вот ну это может индивидуально ну я например видел что это прекрасная страна но это не моя страна там без пафоса там или это все равно я видел это не моя страна я здесь и потом я вот ездил предположим в германию у немцы из омской области правда я у него дома пожил где-то недели две я поехал по бизнесу и гостиница не показалось дорого я остался у него дома у него огромная как бы была квартира при школе он там дворником был что такое но дополнительно он не выделил одну комнату я у него жил вместе с ними две недели пожил с нашими как бы репатриантами и так далее я увидел но не дай бог конечно я мог это также по моему вот это люди как бы еще может быть их не дети может быть через как бы поколение но это как был всем но он кем был тут вот в союзе вот этот ваш день он он закончил как бы кооперативный техникум и там он нормально вот такой целеустремленный вот василий тоже его зовут он целеустремленный такой и на он на штатную должность попал я просто слышал что это первая волна эмиграции на который уехал и у вас в том числе да вот немцы что они там вот я у меня знакомые есть вот что они там на ну такой не интеллектуальной работе скажем так использовались то есть там человек который тут был кандидатом наук там стоит конфеты заворачивать да там хорошо там очень там не вы естественно там нормально конфет нас короче вам лучше чем у нас на там кандидат живет там лучше живет тот кто конфеты заворачивать не вот но наши немцы как бы наши немцы у них же вообще был ценз да да потом они вот у геральт карны и чем же не мог поступить даже в университет поскольку как бы у него вот как-то 5 до графа там не подходила и так далее то есть это это все было и поэтому наши немцы казахстанские я не знаю там про киргизских я думаю такая ситуация это немцы села это комбайнеры и вот эти вот все наши комбайнеры они туда поехали огромная конечно потеря я считаю для казахстана огромная потеря для казахстана они туда поехали ну естественно это совершенно другие условия там видел они вот это ну это сколько лет назад уже было костюмы adidas кроссовки семечки свои базарщики организует вот там слушают мы не знают как шнур как бы вот этот ладжевский централ сансон там и так вот и между собой только по-русски говорят не стремятся как бы потому что у них уже как бы этот германия германии да ну у них есть все как бы у них есть вот это вот ну колбаса сейчас вот забыли да помните это же будет весишь да нет баночное пиво там все такое признак социальной значимости так это все есть и вот эти вот все вещи я все таки считаю что вот как бы вот это ну грубо говоря жачка да и вот одежда там какие-то вот вещи это ну ну не хлебом единым когда не хлебом единым ну естественно как бы можно сказать что мы там немножко нам повезло действительно зажались там и так далее но надо подумать как бы и о других вещах сейчас надо думать любому человеку надо разожаримся вот ну и вообще творческому человеку испокон веку я не знаю положено было быть слегка голодным вот потому что бюргерство оно творчеству не способствует я вот например вот эти 15 лет наших вот как называют сытных да ну оно так и было вот все по-моему очень неплохо жили эти 15 лет вот но бюргерство оно ведет к тому что как сказать ну не знаю нам вот надо так и и понимаете я слишком молод таких высоких материях наверно обсуждать но я не думаю что нам вот у нас какой-то свой путь я думаю он исторически заложен и этот потому что нам не надо быть вот этими вот я не знаю голландскими вот там этот институт туда еще когда петр первый ездил плотником учиться там уже тогда мануфактуры были понимаете а он поехал бояром начал эти бороды брить понимаете тут в степи в степи я думаю рубил он бороды рубил рубил так что тут вот интересно это все ну вот так вот незаметно мы уже часик проговорили все готю чесноки такие долгие так быстро быстро вот через все серьезно все получилось так а нам чел так вы кто виноват что вы человек такой серьезный а поражай давайте поражать снимем вторую серию я вам коньяке бог благодарен очень сильно зато вот именно за то что вот вы второй человек который постучался ко мне и сказал ты слова чего у тебя с казахским вот и то что вот вы ведете подобную деятельность публичную фб это вы молодец вам низкий поклон ну это знаете хотя это истость оперы собирайте сокровися на небесах я думаю ну то что люди скажут это слава богу но я думаю это как-то еще по-другому зачтется потому что вот такая книга которая она система образующая понимаете то есть если вот все сработает и ваша деятельность но она прийти рычаг какой-то нужен чтобы она получила более широкий охват понимаете потому что фб это круто но это маленький охват вот вам бы как говорится вот эти вот возможности медийные до чтобы вот до всех вот этих 5 миллионов этих не казахских бы достучаться да да вот с вашим тактом понимаете да вот с вашим как сказать интеллигентностью что непросто да там ваш вашего слова да коньяки а чё коньяк готовят на день битвы победа от бога когда комитета в уши всего хорошего искренне вам желаю всего это спасибо спасибо вам слава за решение давайте удачи спасибо но извините если что не так да ладно бросьте нормально